Принцип действия с Анной Шафран. Саакашвили пытались арестовать, не получилось, потом взяли, потом освободили. Печерский районный суд Киева освободил таки Саакашвили, отклонила судья ходатайство прокуратуры о домашнем аресте, отпустила под поручительство депутатов Верховной Рады. О чём вся эта игра? Взяли, выпустили, теперь снова неопределённое будущее, поскольку, известно, в Генпрокуратуру его уже вызвали, ждут в понедельник, следующий, 18 декабря, на допрос. Ну, вообще, это такой комичный сюжет, и он, так сказать, там драматургия даже длиннее, мы помним, как он прорывался через польскую границу без паспорта, без документов, прорвался таки, на количество времени там что-то организовывало, никто ему не мешал. Конечно, конечно. Вот, потом этот знаменитый, значит, дивертисмент на крыше, где, если вы не уйдёте, я сейчас прыгну. В микрофон, что самое интересное. Ну, естественно, да, в этот, как он называется, ну... В петлю, как говорят, у него был. Ну да, 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 ну какой-то, нет, я так понял, что у него какой-то микрофон. Ну, в общем, подзвучен он был в любом случае, подготовился, то есть. Не, ну естественно, да, потом, значит, его всё-таки арестовывают, потом его отбивают сторонники, потом он в какой-то палатке, потом он пытается прорваться в гостиницу Киев, чтобы помыться. Это я просто новости, так сказать, цитирую, да? Вот. Вот, потом всё-таки его где-то находят. Всё-таки злые украинские власти помыться человеку не дают. Не дали, не дали помыться. Вот, находит, арестовывают, значит, вот он выходные проводит в изоляторе. Там возле изолятора собираются его сторонники с требованием освободить. Попутно, на всякий случай, разбивают витрины магазин Урашен, который там рядом оказался. И, как говорят украинские СМИ, это тоже имело такой политический подтекст. И вот вчера в суде он спел, значит, гимн Грузии, потом гимн Украины, потом, значит, ещё что-то такое сообщил судьям, и они прослезились и отпустили его. Но надолго ли? Ну, хороший вопрос. Вообще, так если серьёзно, там, собственно, они тоже так в новомодной манере, видимо, подражая своим американским старшим товарищам, через твиттеры общаются. Ну, то есть, всякие заявления делают в политике, ну, крайне то же. И вот Луценко сообщил, что, значит, вот, когда арестовали Саакашвили, что он арестован за то, что он получил 500 тысяч долларов из Москвы, из Кремля для организации беспорядков в Киеве. А сторонники Саакашвили и он тут же сообщили, что на самом деле это не он из Москвы получает деньги, а Порошенко и его товарищи тоже финансируются из Кремля, чтобы, значит, вот, дестабилизировать ситуацию на Украине. Это Санта-Барбара. Это даже круче, чем Санта-Барбара. Это такой феерический, я даже не знаю, как это, жанр подобрать, потому что это явно не трагикомедия, и не комедия, и даже не цирк. Ну, это какой-то такой, да, весёлый дивертисмент, который превращает, ну, в окончательную пародию весь политический процесс, который так или иначе на Украине проходит. Параллельно с сюжетом Саакашвили там развивается второй сюжет, сюжет под названием «Украина судит бывшего президента Януковича», которого к этому суду не допустили ни его, ни его представитель, ну, сам-то, может, и не горел сильно желанием, а там ни адвокатов, ни представителей не допустили. Зато в качестве свидетелей вызвали всех, в том числе и Цунюка вызвали из США, специально прилетел, чтобы дать показания украинскому суду, как было дело. А дело было так, значит, как сообщает Цунюк, Янукович был очень тесно связан с российским руководством в свою бытность президентом Украины. Слушайте, а с кем он должен был быть связан? Или российские, значит, президент и премьер-министр, тогда премьер-министр был Владимир Путин, а президентом был Дмитрий Медведев, заявляли об особых интересах России на Украине. А где ещё должны быть интересы России, да, если посмотреть на карту, это крупнейшее соседнее государство с Россией, пограничное. Сейчас президенту очень хочется быть близким к американскому президенту, только не очень получается. Ну да, ну да. То есть удивительная вещь. Вообще мне представляется, особенно вот история с тем, как, изображая справедливое правосудие, вчера отпустили Саакашвили, а мы видели массу за эти последние несколько лет, массу случаев, когда по, так сказать, меньшим основаниям и с меньшими какими-то, значит, угрозами в отношении тех или иных людей применялись довольно суровые… Суровые меры. Меры, да, приговоры. То есть там их и по тюрьмам сажают, кого-то там и уже убили вообще так по-тихому. Ну и почему такая нежность в отношении Саакашвили? Да, Саакашвили ничего себе, ходит по улицам, так сказать, вполне. Я думаю, что его главная задача превратить всё в такой, знаете, цирк, в том смысле, что вот эти остатки, вот этой государственной ткани, просто её уничтожить. То есть превратить всё в фарс, ведь люди же так или иначе всё равно смотрят за этим, за всем, да, я имею в виду украинцы, украинские граждане. Все новости украинские забиты вот этими двумя сюжетами, вот последние, вот сегодня и вчера. И, конечно, это вот уничтожает последнее уважение, что ли, последнюю сакральность украинского государства, то есть её нету, да. То есть когда беглый грузинский президент, бывший губернатор Одесской области, ещё и человек без паспорта, ну, напомню, у него вообще никакого нет. Под уголовными делами и в Грузии, и на Украине. И в Грузии, и на Украине, да, устраивает такой фестиваль, и никто ничего не может с ним сделать. Ну и при этом ещё давайте добавим тогда краску в эту картину, суд над бывшим президентом, в то время как нынешнему уже приговор подписан, я имею в виду, ну, метафизический так. Ну, в определённом смысле. Или ещё есть какие-то шансы? В определённом смысле вот всё, что происходит сегодня, говорит о том, что в ближайшее время на Украине произойдёт очередной государственный переворот. Вот другого сюжета, я имею в виду другой формы смены власти, там, в общем-то, в принципе быть не может, потому что, раз уж эти люди пришли на государственном перевороте, собственно, их и снесут государственным переворотом. Другой вопрос, что будет потом. Я, честно, сомневаюсь, что вот использовав как таран Саакашвили во всей этой истории, кто-то его там оставит, ну, я имею в виду вот в орбите украинской политики. Конечно, он свою роль сыграет и, видимо, поедет дальше куда-то на следующее специальное задание. А вот кто перехватит эту власть, кто перехватит политическую инициативу, ну, там Тимошенко определённые амбиции высказывает, она тут и по поводу ареста, значит, Саакашвили высказалась такой большой, написала у себя на сайте обращение к властям в таком, очень таком патетичном таком стиле, мол, отпустите немедленно честного человека, мы знаем, что это вот вы тут творите, и вообще мы скоро придём и вас всех, значит, туда же посадим. Но надо думать, что после этого Тимошенко в свою сторону следует ожидать каких-либо последствий. Естественно, но она явно провоцирует, ну, пометуя её такую методологию, она же несколько раз практиковала подобные фокусы, сперва с Кучмой, потом уже и с Януковичем. Но с Януковичем не очень получилось, всё-таки пришлось посидеть, и так основательно, с Кучмой она там недолго сидела, а с Януковичем она так полгода, по-моему, просиделась, не больше, по-моему, даже больше, год почти. Ну, нормально, да, мы помним, что там серьёзно всё было. Ну и что, вот получается, что она одна из реальных фигур, которая может вновь всплыть и взлететь? Ну, вот, скажем так, из оставшихся персоналей на вот этом украинском ландшафте, если говорить о политиках, а не о бизнесменах, о олигархах, об авантюристах и так далее, она, конечно, один из самых реальных возможных вариантов. Ну, она и премьер-министром была, она, собственно, и, ну, скажем так, на голову выше многих из ныне действующих. Ну, как политик, как, так сказать, человек, который в состоянии принимать тельные решения. Хотя, с другой стороны, вот в условиях такой фестивальной политики, которая на Украине практикуется, там, последние 20 почти лет, может быть, всё что угодно, в том числе и откровенные радикалы, вот уж действительно, кто может перехватить власть, вот эти фашистовующие молодчики, которые вполне себе не обременены никакими, так сказать, ограничителями типа, там, совести, воспитания или мировоззрения. Но всё идёт к тому, что на Украине будут, в общем, серьёзно разворачиваться события, в том числе и с противостоянием таким реальным, доходящим до столкновений уже физически. Думаю, да. И ещё я напомню, что по странному стечению обстоятельств вот развитие этого украинского сюжета совпадает с приближением президентских выборов у нас, в России. И мне представляется, что вот это кино, этот цирк имени Саакашвили и прочих, он в том числе и привязан так или иначе к этой сакральной дате, я имею в виду сакральной для наших оппонентов. Им очень хочется как-то праздник нам испортить, и все средства хороши, и олимпийские скандалы, и санкции. Ну, тут очень много факторов закладываются в одну картину, и повторяют 13-14 годы, в общем. Конечно, конечно, всё хорошо. И понятно, что при определённых обстоятельствах, я имею в виду, если ситуация зайдёт слишком далеко, то мы не вмешаться просто не сможем. Мы просто не сможем не вмешаться. Ну, плюс, учитывая ситуацию в Сирии, где Россия победила и заявила об этом на весь мир. Нам было очень тяжело не вмешаться на Донбассе. То есть это стоило очень серьёзного морального и, скажем так, физического напряжения для нас, не вмешаться в ситуацию на Донбассе. И понятно, что нельзя было вмешиваться. Но если вот Донбассом станет вся Украина, так или иначе, в той или иной степени, то, конечно, мы не сможем просто не вмешаться. Но вот сейчас, наблюдая картину происходящего, уже становится абсолютно ясно, что процесс распада Украины, понятно, он был запущен уже давным-давно, но сейчас получил новый импульс. Ну да, ну да. И, собственно, в этом-то и логика. Нам-то как раз не нужна распавшаяся Украина, потому что нам же потом придётся всё собирать, а собирать какими средствами, какими усилиями и какую кровью. Нам бы хотелось, наоборот, чтобы она осталась целой, но через какое-то время пришла бы в себя, протрезвела, покаялась и вернулась домой. Но, как мне представляется, это только такие, как сказать, хотелки, да, то есть в том смысле, что было бы здорово, если бы так было. Но, к сожалению, ситуация идёт совершенно по-другому сценарию. Ну вот Порошенко – это яркая иллюстрация судьбы человека, который решил взять на себя ответственность в момент X, точнее, очень хотел взять. Ну, на самом деле, и действительно поднялся серьёзно, мы видим, что в финансы его… Нет, ну, здрасте, он теперь настоящий, единственный полноценный олигарх на Украине. А в начале своего славного пути он был такой олигарх-лайт, даже не олигарх, а такой, знаешь, такой подающий надежды на олигарха, кандидат в олигархи. И в этом смысле, конечно, он карьеру блестящую сделал. Я имею в виду, что он стал богаче раз в сто. Ну вот и здесь сейчас все ходят на Украине с лозунгами Порошенко «Геть», всё, импичмент. И в этой связи, учитывая то, что мы только что сказали с вами, Алексей, Порошенко-то что, нужно грустить или, может быть, радоваться напротив? Ну, в крайнем случае будет жить по соседству с Виктором Фёдоровичем. Что теперь делать? Но ведь сохраняется возможность, в общем, сохранить какие-никакие нажитые честным трудом средства. Ну, конечно. Не, ну, я так думаю, что Инукович тоже, что-то сохранил, попав, так сказать, под защиту Российской Федерации, вполне себе условно проживая в Ростове, на что-то же он живёт. Поэтому, я думаю, и Порошенко тоже что-то оставит. А вы так серьёзно предполагаете, что и мы такие добрые, и он такой, в общем, совестливый человек? Ну, не то чтобы мы добрые, но я думаю, что ему деваться-то некуда, так сказать, а куда ему бежать? Он же не Яценюк, который вовремя... А в американские Соединённые Штаты выполнено же задание, наверное, нет? Нет, он как раз задание американское не выполнил. Вот в логике американцев Порошенко не справился. А какова логика американцев? Ну, как минимум, Порошенко должен был обеспечить втягивание России, физическое втягивание России в затяжной и кровавый конфликт в центре Европы, на Донбассе, он этого не сделал, он не выполнил, он не справился. Другой вопрос, не справился он, потому что не хотел справиться, или он не справился, потому что казался, так сказать, недееспособен, это второй вопрос, но результат на лице, не справился. Да, можно без конца говорить, писать, забить все новости СМИ о том, что там 100-500 этих якутских спецназовцев или каких-то башкирских, танкистов бороздят донбасские степи, но все же прекрасно понимают, что это так просто слова, этого же не случилось. Вот и всё, он не справился. А Тимошенко так долго и упорно и с терпением ждёт своего часа. Вот, допустим, если... Ну да, давненько уже, да. Действительно, и надо отдать должное. Отдать должное. Молодец. Упорная женщина, целеустремлённая. И заметьте, как она вообще ушла в какой-то момент в небытие, затихла, залегла на дно и прям вот последовательно работала. Да-да, дала им проявить себя, что называется, всем этим, да. Тем более, что она этих всех персонажей знает как облупленных. Когда она была уже газовой принцессой, они ещё портфели ей носили, а тут вдруг вот так ситуация поменялась. Вообще, я хочу сказать, что даже в 2010 году, ну, если она не выиграла президентские выборы, то она их точно не проиграла. Там действительно была перетяжка довольно серьёзная. Я помню там сюжет с отменой выборов Луганской области. Вполне они отменялись просто по серьёзным нарушениям. И тогда, конечно, власти, ну, Янукович контролировал ситуацию, они, по сути, передёрнули. То есть, там, по идее, должно было быть переголосование в Луганской области, и там уж как фишка ляжет. А у них там было прямо ноздря в ноздрю. И то, что они передёрнули, и то, что тогда все согласились, закрыли на это глаза, в том числе, кстати, и в Москве, в Кремле на это глаза тогда закрыли. И во главе тогда с Дмитрием Анатольевичем это как-то вот решено было. Ну и ладно. Ну вот результат на лице. Кстати, неизвестно, чем бы ситуация закончилась, если бы в тех всё-таки выборах 2010 года Тимошенко, так сказать, сумела бы за власть зацепиться. При всех её таких интересных заявлениях и такой, так сказать, эпатажности, она, в общем-то, вполне себе здравомышлящая женщина, как политика, я имею в виду. И, скорее всего, вот такого кошмара бы там не было, то, что мы сегодня видим. Естественно, она в него встраивается, в этот кошмар, и как-то пытается соответствовать, это понятно, но тем не менее. А если гипотетически допустить ситуацию, что вот импичмент хотели и устроили его, и он состоялся, и, допустим, товарищ Тимошенко вышла на арену, она-то действительно ставит перед собой задачу справиться с тем заданием, которое из-за океана дают, или у неё другие цели всё же? Я не думаю, но, во-первых, ещё новое задание не сформулировано, в том смысле, что... Нет, но если исходить из того, что Порошенко было данное задание разжечь, не получилось разжечь окончательно. Правильно, но время-то прошло, то есть, условно говоря, он должен был это делать три года назад, но время-то прошло, и уже вот он, марк 1918 года уже через три месяца, понимаете? А вот она умная тётенька, она же умная, да? Исходя из этого, можно предположить, что она всё-таки как-никак будет действовать в интересах, хоть немного в интересах Украины и народу, потому что надо как-то успокоить ситуацию. Конечно, в интересах своих в первую очередь. А это значит что? И в интересах своих в первую очередь. И самое главное, что в отличие от вот этих многих, кто там сегодня изображает из себя руководителя, она, кстати, отлично знакома, ну, не просто знакома, я имею в виду, чётко знает этих людей, она знает прекрасно Владимира Путина. Помните знаменитые переговоры пятичасовые по поводу газового контакта? Когда он был премьер-министром, она тоже. Она отлично знает лидеров других европейских стран в США, знает именно не, ещё раз, не знаком, просто знает, как с кем разговаривать. Её знают, её знают. Знают, что от неё можно ждать, а чего нет. То есть вот в короткую с Тимошенко вполне можно играть и договариваться. Ну, имеется в виду не на 10 лет вперёд, а вот найти конкретную сделку, договорились, сделали, договорились, сделали и так далее. То есть она такая. И я не думаю, что это самый плохой вариант для Украины. Я не думаю. Я думаю, что гораздо хуже возможный приход откровенных радикалов. То есть, может быть, мы даже ещё и не знаем этих фамилий. Вот эту фамилию этого украинского Гитлера мы ещё не знаем. Она где-то вот там бродит во всех кругах. Но они никуда не делись, и они есть. Ну, конечно, конечно. А кто бы ни пришёл, если это не радикалы, то первое, что придётся делать, это именно зачищать украинское пространство, политическое пространство от этих маргинальных всяких непонятных людей, от фашистов, от прочих и гадеев. У нас минута остаётся до конца этого получаса, а тут люди спрашивают, а зачем Саакашвили целую неделю дали до посещения прокуратуры? Ну, хороший вопрос. Затем же, что его и отпустили из суда. После исполнения, я ещё раз говорю, он исполнил акапелло, два гимна, грузинский и украинский. После чего судья прослезилось и сказал, ну, конечно, такого человека разве можно подарить? Обратный отсчёт до прям переворота-переворота, он уже начался? Ну, мне представляется, что да. Мне представляется, что сейчас идут такие интенсивные переговоры всех со всеми. Я имею в виду олигархат, кто там из себя что-то представляет. Ну, грубо говоря, о той или иной роли в этих новых, так сказать, каких-то обстоятельствах. Как только вот какая-то договорённость случится, сразу всё и пойдёт. В интересное время мы с вами живём. Ну. Алексей Мартынов был с нами, директор Международного института новейших государств. Спасибо большое, Алексей. Спасибо вам.